Здравствуй, Герч, великой славы город! Субтитры создавал DimaTorzok Во втором веке до нашей эры все царство, а соответственно и город, перешло под правление царя Метридата. В его честь в дальнейшем была названа гора, возвышающаяся посреди города. Это гора Метридат. Стоит заметить, что с царем Метридатом связаны очень необычные истории. Одна из них свидетельствует о его божественном происхождении, повествуя о том, что Метридата ударила молнией, когда он был младенцем. Однако, хоть молния и зажгла его пеленки, сам ребенок не пострадал, разве что на его лбу остался шрам. Нет, это не младенчество волшебника Гарри Поттера, а повествование о якобы простом человеке. Ведь дело было даже не только в молнии, сколько в сгоревших пеленках. То есть, даже огонь не тронул младенца, звучит как прямой намек на исключительность и божественность Метридата. Эх, дороги, пыль до туман, Холода, тревоги, до степной бурья. Знать не можешь доли своей, Может, крылья сложишь посреди степей. Вьется пыль под сапогами, степями, полями, А кругом бушует пламя, Да пули известят. Вдых, дороги, пыль до туман, Холода, тревоги, до степной бурья. Мой знакомый, коренной житель Керчи, также сообщил, что в ходе подготовки почвы к реконструкции лестницы, рабочие заливали бетон под землю, сославшись на то, что почву надо укрепить, и таким способом они заполняют пустоты. Может быть, это так. Но может быть, это вовсе не пустоты, а какие-то древние помещения, которые для подрядчиков никакой ценности не несут. Но это, конечно, только лишь предполагается. До этого я все это видел только с экрана компьютера, лаптопа, как у меня, или глазами моей дочери, которая была там в 2006 году, или из описаний близких, родственников, как, например, брата Жакури. И вот теперь, сначала, правда, посмотрим, что я мог примерно видеть. И вот теперь я сам оказался на вершине горы Митридат. И вот теперь я покинулся на вершине горы Митридат. Прошел по тропинке вверх, в сторону раскопок и вершины Митридата. По дороге прошел, как видите, огромное поле пустоты. Пустое. Пустое. Но это обманчиво. Под этой землей надгробие и старое кладбище еще каких-то там далеких, но точно времен первой половины, второй половины 19 века. Еще там могилы находили, как я уже отмечал в предыдущей серии, находили и в 20-х годах прошлого столетия, но потом оно... Да я помню еще сам, когда бродил пацаном в этой части Демитридата, то встречал иногда надгробие с какими-то надписями, как мне показалось тогда на немецком языке, что вполне вероятно. Но это не были остатки оккупантов, от немецких оккупантов времен войны. Это были такие древние надгробия, вычерно так сделанные в стиле 19-го, начала 20-х веков. Керчь-2 И Героевская, еще некоторые вплоть до переправы с одной стороны и до заветного с другой. Это все так называемая Большая Керчь. Это сейчас в наше время. Одновременно Керчь не глубоко простирается от берега, естественно ограниченная с одной стороны Азовским и Черными морями, а с другой сухими степями Восточного Крыма. А как было раньше? Как было узнать можно по официальным источникам исследований. Их масса. К ним и отсылаем. Но у нас появляется совершенно иной вопрос, другая версия, пусть пока и сугубо теоретическая, следуя построениям известных уже в интернетных альтернативных кругах Олега Павлюченко, Елены Гусаковой и других. О том, как реально могла бы выглядеть ситуация с расположением Керчи. Будем так называть город, существовавший на этом месте в прошлом, отдаленном и возможно не так отдаленном от нас. Вероятно, город в современных границах, урезанных или расширенных, это лишь небольшая часть того гигантского мегаполиса, погибшего в катастрофах великолепно описанных вышеупомянутых исследователей, альтернативщиков. И реально покоятся, вернее его остатки, постоянно выкапываются археологами с 19 века, как мы видим, и очень усиленно. Не только под землей, степью, самой Керчью и ее окрестностей, но и, скорее всего, на дне Керченского пролива. Вот это и был великолепный город, столица, центр, обрушившийся, одновременно погибший допотопной цивилизацией. Продолжение следует... 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 Эпохи, очерченные официальной наукой, и герои этих эпох носили как другие имена, так и вполне могли жить в других эпохах, в других местностях, а то и вовсе не существовать. А упоминания о них – это за уши притянутые фейки и искажения. Вспомним тут исследований исследователей XIX века, начиная от Поля Дебрюкса и Бланамберга при участии Стемпковского, к тому же еще и градоначальника, первыми прибывшими на Босфор и приступившими к раскопкам так называемых древностей. Предполагаю, они наверняка знали многое о правдивой истории и предпотопной цивилизации, но донесение правды о последнем не входило в их интересы и задания. Кто они такие? Для чего оказались здесь, в центре бывшей великой предпотопной империи? Не для того ли, чтобы начать уничтожение и затирание следов и упоминаний о ее существовании и о великом нашем прошлом? Да, знали они наверняка больше, чем мы, а то, что мы получили от них, от их трудов, знаем достаточно. Благо, что множество их последователей продолжили великое дело фальсификации и искажения истории. В течение последующих десятилетий XIX века копались в Керченской земле Ашик, Люценко, Вербрюсов, особенно усердствовал в так называемом научном методе обработки остатков древних сооружений городищ Думберг. Конечно, еще раз подчеркну, честь и мы слава за труды, возможно, некоторые из них искренне верили в те вымыслы и фантазии, которые облекали результаты своих находок и исследований. По крайней мере, благодаря им, как и будущим советским и постсоветским археологам, мы знаем и видим то, что представляют нам раскопанные городища и селения Боспора. Но не можем и не согласимся, как и с трактовкой ими результатов этих раскопок, определений и ссылок на так называемых античных авторов для их характеристик, так и, что еще определеннее, с массовыми фальсификациями на указанных объектах, так и находим их там предметах. Этим первым фальсификатором покровительствовал известный генерал-губернатор Воронцов, любивший наезжать в Керчь довольно часто, в ущерб и вызывая ревность у феодосийского начальства. Много темного и таинственного в этой эпохе, предпотопной ли или сразу же послепотопной. Любители удлинять собственную историю и биографию также легко могли перевирать и подготовлять под реальную, как бы, хронологию и датировку. Оставим это. Надо как-то плавно завершить наш вводный разговор о так называемых городах Боспора, в данном случае о Камужбурунской Теритаке. Можем ли мы верить топорографическим экскурсам Бланомберга, назначенного Воронцовым директором Кенчевского музея? Некие планы Дебрюкса не сохранились, но до наших дней дошли планы Бланомберга и Ашика. Дошли и гравюры первой и второй половины XIX века различного происхождения и нескольких авторов. Утверждается, что все началось с почти грабительских раскопок курганов в 1830 году. Мол, жажда наживы толкнула на развитие археологии в этом регионе. Вероятно, не без этого. Это чувство и потребность ее жива и развита в нашем обществе. Когда пишут, что, например, Люценко с середины XIX века начал тщательно и в соответствии с требованиями науки проводить раскопки, невольно сердце содрогается. Когда прекрасно представляешь результаты и итоги этой кропотливой работы через более чем 150 лет. В Европе и Западной, и Центральной не утихает интерес к исследованию Босфора. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 -"Будем мы наслаждаться прекрасными видами новоделов, новостроек, выдаваемых за уникальную историческую древность. Как мы это видим вокруг, в Крыму и не только, а также, например, в Египте и Мексике, Англии и остальной Европе, Китае и во многих других уголках Земли. Так будем осторожны, будем внимательны и усердны, не охлаждаем наш разум и погружаем его в топи и мрак официальной науки. Очищаем его и ищем, ищем, и ищем реальные артефакты и правду. И это, уверен, будет вознаграждено. И это будет нами достигнуто. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 Высота раскопа значительно не уступает Нимфейским или Мирмикейским. Да и неудивительно, поток рвался с севера, дальше от Теритаки и Нимфей в Эльтигене, расположен несколько километров южнее, а там глубины. А там глубины раскопок близко местами доходят до 9 метров. Вся территория западного берега Керченского пролива покрыта следами этой спрессованной земли, ила, отложения, принесенного грунта, перемешанного, как мельницы, со всей Боспорской и не только Боспорской земли, подобная и на берегах Тамани. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 Кости, керамика, зубы, честное, то есть много. То есть там много. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А срезание земли многократное в 19 веке, да и весь 20 век. Посмотрите на Метрида, какие там огромные выкопы. И весь 20 век, и целенаправленное раскапывание от начала нашего 21 века. С помощью опытных польских даже археологов, которые немалому научились, кстати, еще в фараоновском Египте. Результаты чего мы видим. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 заходить даже кури что-то такое должно быть даже в таких священнослужителях должно быть помещение в этом склоне холма если там была стена или такая орда вот и посмотрите видишь даже с этой стороны немножко упадает но и самое интересное что еще нет туристов а если я сам я тут сам на своей золотой дорогой горе на нашем великолепном Дмитридатском холме обожаю его обожаю обожаю обыкновенная земля господи сколько тут всего было но даже десятая часть не знаю того кто сам не знаю не знаю что Ну, допустим, не так уж, допустим, не так уж, если надо назад пройти, чтобы камушки вложили, Продолжение следует... 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 Продолжение следует...